Спасибо большое. Добрый вечер, уважаемые коллеги и члены Президиума. Благодарю за возможность представить вашему вниманию доклад, в котором будет освещена тема важных составляющих эффективной переоперационной химиотерапии рака желудка, а в частности вопрос проведения нутритивной поддержки. Начну с того, что напомню, что в принципе переоперационная химиотерапия местно распространенного рака желудка взяла свое начало совсем известного исследования MAGIC, в котором больным исследуемой группой проводилось три курса предоперационной и три курса послеоперационной химиотерапии по схеме ЕЦФ, тогда как пациентам контрольной группы проводилось изолированное хирургическое лечение. Согласно результатам, был сделан вывод о том, что переоперационная химиотерапия способствует уменьшению размеров опухоли, резектабельности и улучшает выживаемость больных местно распространенным раком желудка. Также одним из важнейших исследований в этой области является исследование CLASSIC, в котором подробным образом исследовались результаты переоперационной химиотерапии по схеме XELOX и были получены сопоставимые результаты. Не так давно были опубликованы результаты немецкого исследования FLOT-4, в основе которого лежало сравнение схем FLOT и ЕЦФ или ЕЦХ в качестве переоперационной химиотерапии. По результатам исследования было показано, что в группе FLOT все оцениваемые показатели были значимо выше. Таким образом, данное исследование в корне поменяли взгляд на вопрос переоперационной химиотерапии местно распространенного рака желудка, доказав ее преимущество перед изолированным хирургическим лечением. При этом на настоящий момент все же имеется ряд ограничивающих факторов. В частности, пациенты данной группы являются наиболее подверженными развитию такого осложнения, как нутритивная недостаточность, которая имеет полифакторную природу среди данной группы пациентов. Важным аспектом является то, что наличие трофологических нарушений, саркопении и явлений прогрессирующей потери мышечной массы тела зачастую ограничивает возможность применения современных методов лечения, оказывая тем самым значимое негативное влияние на исходы противоопухолевого лечения. А именно, на фоне химиотерапии в два раза чаще регистрируется доза, лимитирующая токсичность, ухудшается переносимость лечения, что приводит к сокращению ее объема, возрастают риски развития и степень тяжести послеоперационных осложнений. Но самым значимым является то, что снижаются показатели общей выживаемости. В продолжение темы сейчас я попрошу вас, уважаемые коллеги, поучаствовать в интерактивном голосовании и ответить на вопрос, какими методиками исследования нутритивного статуса вы пользуетесь в своей практике наиболее часто. Возможно, вы их вообще не используете, либо используете антропометрические данные массы тела и МТ, лабораторные показатели, опросники и шкалы нутритивного риска, биомбедансометрия и оценка саркопения по данным КТ. Либо, возможно, вы используете все данные методы одновременно в комплексной диагностике нутритивного статуса. Сейчас 10 секунд, действительно очень долго. Ну вот у нас появились результаты. Коллеги радуют, что некоторые из коллег все-таки пользуются всеми перечисленными методами, но также достаточно большой процент не пользуются вообще никакими методиками для исследования нутритивного статуса. Перейдем к следующему вопросу. На каком этапе вы чаще всего назначаете пациентам местно распространенным раком желудка нутритивно-метаболическую терапию? На этапе постановки диагноза? На этапе неодиванной химиотерапии? Непосредственно на предоперационном этапе? В послеоперационном периоде? Или не назначаете вообще? Надеюсь, что данный вопрос тоже не затруднит наших коллег, потому что с нутритивной недостаточностью среди пациентов с местно распространенным раком желудка достаточно часто мы сталкиваемся с данной проблемой, и назначение дополнительного клинического питания является достаточно важным аспектом. Примерно одинаково по всем пунктам у нас получилось по голосованию. Большое спасибо за участие, за ваши ответы. Далее я хотела бы представить вашему вниманию опыт нашего центра относительно проведения активной диагностики и коррекции нутритивной недостаточности. В исследовании, инициированной в НУМИЦ-онкологии Петрова, были включены данные о 200 пациентах с верифицированным местно распространенным раком желудка, которым было запланировано проведение переоперационной химиотерапии. Были выделены две группы пациентов. В группу наблюдения вошли пациенты, которым выполнялась комплексная диагностика нутритивного статуса, в том числе с применением биоимпедансметрии и КТ-диагностики саркопении. Пациенты данной группы получали активную нутритивно-метаболическую терапию на фоне всего периода комплексного лечения, начиная с этапа неодевантной химиотерапии. В группу контроля вошли пациенты, которым по различным причинам не проводилась полноценная диагностика нутритивного статуса и не назначалась нутритивная поддержка. Пациенты в обеих группах были стратифицированы по полу возрасту локализации первичной опухоли и стадии процесса. Средний возраст в группе контроля составил 56,9 лет, в группе наблюдения 57,3 года. Обе группы исследований были сопоставлены по основным характеристикам. При оценке частоты встречаемости нутритивной недостаточности и саркопении в группах были получены следующие результаты. В группе наблюдения до начала лечения нутритивная недостаточность наблюдалась в 54%. Случаев тогда как явления саркопении, оцениваемые по КТ, были обнаружены в 13% случаев. В группе контроля данные показатели составили 50 и 11% соответственно. Также была оценена частота нутритивной недостаточности и саркопении в группах пациентов после завершения этапа предоперационной химиотерапии. Показатель нутритивной недостаточности в группе контроля возрос до 62%. И показатель саркопении увеличился до 22%. В группе наблюдения, в которой пациенты получали активную нутритивную метаболическую терапию на фоне химиотерапии, показатели значительно снизились и составили 1,5% соответственно. При оценке частоты объективного ответа после завершения этапа неодевантной химиотерапии были получены статистически значимые различия в группах пациентов по частоте ответов. Нужно отметить, что частота частичного регресса в группе наблюдения превышает данный показатель, полученный в группе контроля, тогда как прогрессирование заболевания на фоне неодеванной химиотерапии в группе наблюдения встречалось реже. Также была оценена частота развития различных осложнений. Среди нежелательных явлений наибольший интерес представляли такие, как офибрильная нейтропения 3-4 степени, фибрильная нейтропения, тошнота, рвота, мукозиты, астенический синдром, диарея и тромбоэмболические осложнения. Как видно из представленного слайда, частота тех или иных осложнений в группе пациентов, не получавших нутративную поддержку, превышает таковую в группе наблюдения. Были получены данные о бессобытийной выживаемости. Показатели одногодичной и двугодичной бессобытийной выживаемости в группе контроля ниже, чем в группе наблюдения. Позвольте представить клинический случай. Пациент 57 лет с диагнозом рак тела и антрального отдела желудка CT4N2M0. По данным орфологической верификации аденокарцинома high-grade желудка, сопутствующая патология у пациента имеется, но в целом коморбидный фон значимо не отягощен. При активной комплексной диагностике были выявлены признаки нутративной недостаточности, а по данным компьютерной томографии были получены данные о наличии у пациента саркопении. На слайде слева представлены данные КТ, выполненные на этапе первичной диагностики. Справа на слайде показана КТ-визуализация оценки мышечной массы тела на уровне L3 позвонка. Стрелочками показаны поясничные мышцы, на основании полученного объема которых возможно рассчитать скелетно-мышечный индекс. Данный показатель позволяет экстраполировать полученные данные на общую мышечную массу тела. В августе 2019 года пациенту была выполнена диагностическая лапароскопия. При цитологическом исследовании смывов с брюшной полостью опухолевые клетки не обнаружены. Параллельно с уточняющей диагностикой пациенту была выполнена комплексная оценка питательного статуса и разработан план нутритивной поддержки. Далее было проведено 4 цикла неодивантной химиотерапии по схеме FLOT на фоне нутритивной метаболической терапии. В качестве нежелательного явления отмечалась нейтропения 1-2 степени. Хочется отметить, что все 4 цикла химиотерапии были проведены в срок, то есть на каждый 14-й день. Необходимости увеличивать интервалы между циклами или редуцировать дозы препаратов не было, так как пациент достаточно удовлетворительно переносил лечение. При контрольном обследовании был зафиксирован частичный регресс первичной опухоли, а также разрешение признаков саркопении. Питательный статус пациента на фоне нутритивной поддержки восстановился. Оперативное вмешательство в объеме дистальной субтотальной резекции желудка с лимфодисекцией в объеме D2 было выполнено в ноябре 2019 года. По данным гистологического исследования материала резидуальная опухоль желудка была представлена аденокарциномой хай-грейд с признаками лечебного патоморфоза. На слайде представлены срезы КТ, которые показывают динамику основного процесса в результате проведения предоперационной химиотерапии. Как видно, опухоль достаточно выраженно уменьшилась на фоне лечения. На данном слайде представлена динамика мышечной массы тела по поясничным мышцам на уровне L3 позвонка. Стрелочками также указаны поясничные мышцы и вы можете отметить нарастание объема поясничных мышц. Послеоперационный период протекал без особенностей. Пациент был активизирован достаточно рано. В первые сутки после оперативного вмешательства пациент был инициирован курс реабилитации. Уже через три недели от оперативного вмешательства был начат курс адювантной химиотерапии. В рамках переоперационной химиотерапии по той же схеме флот на фоне продолжающейся нутритивной поддержки. Химиотерапия также была проведена в полном объеме и без увеличения интервалов между циклами. По данным контрольного обследования от октября 2020 года была зафиксирована ремиссия заболевания. В заключение своего выступления хотелось бы подвести итог. Низкий нутритивный статус негативно влияет на общую выживаемость пациентов и непосредственные результаты лечения, токсичность проводимой терапии и переносимость лечения. Нутритивная поддержка дает нам возможность провести лечение в полном объеме и улучшить результаты проводимой терапии и как следствие повысить показатели выживаемости пациентов. Проведение рутинной нутритивной поддержки на фоне переоперационной химиотерапии позволяет достигать объективного ответа при умеренном профиле токсичности. И хотелось бы отметить, что для обеспечения эффективного алгоритма оценки нутритивного статуса и коррекции трофологической недостаточности у пациентов с местно распространенным раком желудка на этапе нео-одевантной химиотерапии необходима работа мультидисциплинарной команды в рамках отделения реабилитации. На этом все. Благодарю за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...